Друзья, всем большой музыкальный привет! С вами Александр, это канал Давай Запишем. Сегодня у нас очередное знакомство с весьма интересной штучкой от китайского производителя, имя которому Комика. Дико извиняюсь, если что-то не так с произнесением. Итак, перед нами аудиоинтерфейс Комика LinkFlex AD5. Вот даже не знаю с чего начинать, потому что коробочка эта достаточно навороченная, плюс сделано очень аккуратно и крепко. Ручки не люфтят, кнопки не залипают. Тем не менее, начинать с чего-то надо, и давайте зайду прямо с козырей. Включается этот девайс длинным нажатием на кнопку сзади. Пару мгновений, и все готово к работе. Заметьте, карта сейчас ни к чему не подключена, и на дисплее мы видим знакомый всем значок состояния заряда батареи. Да, это действительно так. В этой карточке внутри установлен аккумулятор, который готов до 6 часов поддерживать ее в рабочем состоянии. Это что-то новое, и мы пока не понимаем, как на это реагировать. Но в любом случае, это очень интересно. Ну давайте сразу посмотрим на то, что нам показывает этот совсем не крохотный экран. Сверху отображается состояние кнопок включения фантомного питания и переключения в инструментальный режим двух каналов. Давайте посмотрим. Так, все работает, и это радует. Дальше. Горит у нас индикатор record, что говорит о том, что наш интерфейс находится в состоянии готовности что-нибудь записать. Хорошо. А что еще может быть? Жмем кнопку mode и наблюдаем, что наша карточка переходит в режим stream. И все, что нам остается делать, это активировать функцию loopback, кнопка спереди, и приступить к прямому вещанию. Дальше. На панели видим три сенсорных кнопочки. Mute, denoise, FX. Давайте посмотрим, что они делают. Mute включает, выключает микрофоны или гитары, причем сразу на двух каналах, что может быть не совсем кому-то будет удобно, а может и наоборот. Denoise, понятное дело, запускает функцию понижения шума, если он у нас откуда-то появляется. Ну и кнопка FX. Это работа со встроенным эквалайзером и ревером. Короткие нажатия, это выбор настроек. Нажатие длинное, переключение между эффектами. Смотрим. Варианты эквалайзера. Deep, Natural, Bright. Варианты ревера. Room, Stage и Hall. Хорошо бы все это услышать, и мы сделаем это, но несколько позже в тестовой части. Что еще? На экране видим повторение кнопки переключения прямого мониторинга Direct, который физически находится также на лицевой панели. И вот теперь подробнее о мониторинге. В режиме Record мы будем слышать первый канал в левом ухе, второй в правом. Но если мы переключаемся в режим Stream, то мало того, что мониторимся, так сказать, полноценно, то есть все и сразу в обоих ушах, так еще и уровень сигнала с обоих каналов несколько поднимается. Здесь надо очень четко смотреть за уровнями сигнала, чтобы не было перегрузов. Кстати, на безумно прыгающие здесь индикаторы лучше не ориентироваться. Они какие-то сильно здесь чувствительные и чуть ли не постоянно пляшут в красной зоне. Так что выставлять уровни будет лучше по аудиоволне на дорожках. Смотрите, чтобы не было слишком жизненько и до пиков тоже не доводите. Ну и самый заметный элемент на верхней панели, это колесо громкости общего выходного сигнала со светодиодами по кругу. Смотрится довольно приятно. И что касается передней панели, то разъем на входах здесь комбинированный, выход на наушники на мини-джеке, ручка управления громкостью рядом. Ну что ж, давайте отправимся на заднюю панель и посмотрим, что там есть интересного. Поехали! Слева направо. Кнопка включения, о которой я уже говорил, причем если включение это длинное нажатие, то после этого короткое нажатие позволит вам сменить язык на дисплее английский. На какой? На китайский, товарищи! Здорово! Дальше. Порт USB-C для зарядки устройства. Вот как это выглядит, когда наша карточка отключена. Красиво! Следующие два порта USB-C служат для подключения к компьютеру, ноутбуку, планшету и так далее. Затем у нас идут выход и вход на мини-джеках для мобильных устройств. И еще один дополнительный выход на наушники. Фишка очень крутая и точно никогда лишней не будет. Я самолично проверил работу этих двух выходов и вот что я вам расскажу. К одному подключил Sony MDR7506 Professional с сопротивлением 63 Ом. Ко второму AKG K612 Pro с сопротивлением 120 Ом. Затем, выкрутив ручку громкости до отказа, запустил музыку. В итоге в Sony работать было просто невозможно, было очень громко, а в AKG прям в самый раз. Отсюда вывод. Наушники где-нибудь до 150 Ом эта карточка спокойно потянет. И второй момент. Работая в паре, нужно иметь или одинаковые наушники, или очень близкие по сопротивлениям. По той простой причине, что ручка громкости тут одна, и она работает одинаково на два канала. Ну и наконец, линейный выход. Как видим, он здесь на стандартных TRS-разъемах. Кстати, чуть было не прозевал. Вот эта маленькая дырочка, это не что иное, как reset. То есть, если вдруг ваше устройство не подзаряжается, или какие-то функции начинают некорректно работать, то прежде чем бежать куда-то в ремонт, рекомендуется сделать перезагрузку мозгов этому аудиоинтерфейсу. Неплохо. Ну, если идти до конца, давайте еще на нижнюю панель посмотрим. Все очень аккуратно. Четыре резиновые ножки, серийный номер, все дела. В общем, все как у людей. Ну что, друзья, давайте будем подключаться и покрутим, понажимаем, послушаем нашу комику. Сразу могу сказать, что работает это хозяйство через ASIO for all. Это указано даже в мануале. Никаких проблем, никаких тормозов не было, все работает корректно, все мониторится без каких-либо задержек. Подключаемся. Итак, все у нас работает и давайте, как я и обещал, послушаем местные эффекты. Эквалайзер. Вот так у нас звучит голос с режимом Deep. Сейчас я переключился на режим Natural. И, наконец, вот так мы с вами будем звучать на режиме Bright. Если ни один из вариантов вас не устраивает, то можно просто отключить эквалайзер или поменять наконец-таки свой микрофон. Теперь ревер. Слушаем Room. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь услышим, что такое Stage. Раз, два, три, четыре, пять. И в финале всего FX обзора слушаем Hall. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что, для каких-то задач, связанных с интернет вещанием, можно сказать, совершенно и не дурно. Теперь следующая фишка Denoise. Надо сказать, что работает он чрезвычайно добросовестно и использовать его надо или при острой необходимости, или же умея очень четко им пользоваться. Иначе можно будет получить некие срезы, начало или окончание слов, что, в общем-то, будет заметно портить общую картину вашего выступления. И еще одно, что я сейчас сделаю, это просто помолчу, чтобы дать нам всем возможность услышать, как здесь обстоят дела с внутренними шумами. Слушаем. Думаю, достаточно. Ну что, друзья, мы подошли к основному тесту. Сейчас подключим сюда гитару и что-нибудь споем, сыграем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А без тебя в душе на стул Супит зима Синее небо без тебя Станет серым-серым И для того, чтобы тебя Отыскать Я упаду на город Снегом Белым-белым Я замету на Рождество Снегом Снегом белым-белым И постучу в твое окно Снегом белым-белым Я напишу на Рождество Снегом белым-белым Как повстречали мы любовь Под снегом белым-белым Время подводить Итоги Что вам сказать? На ум приходит пока только единственная мысль. Если еще немножечко наши глубоко уважаемые мировые бренды, покинувшие по каким-то непонятным причинам нашу страну, поиграют с нами в подобные игры, то можно не сомневаться, что наш рынок совершенно спокойно наполнится вот такими вот комиками, которые достойно займут освободившиеся ниши, и потом уже наш народ больше не захочет отдавать свои деньги за какие-то громкие и раздутые имена, которые рано или поздно, слева или справа, параллельно или перпендикулярно, но вернутся сюда как миленькие. Почему такая реакция? Да потому что к этому устройству не нашлось ни одной из серьезной претензий. Все сделано аккуратно, все работает корректно, по цифрам 4824, гейна 65 дБ. Вы наверняка заметили, что в финальную часть я записываю в жадный до гейна динамический SEV7, чтобы было все наглядно и понятно. Короче, тут все по-взрослому. Да плюс какие-то навороты прямо под рукой, собственное питание до шести часов. И это только начало. Можно быть уверенным, что наши китайские друзья на этом не остановятся и будут предлагать еще более интересные вещи. Конечно, при этом главным вопросом остается цена, но думаю, что какие-то компромиссы находиться будут. Это первое. И второе. Цены так или иначе не будут формироваться по принципу «Чем громче имя, тем дороже продукт». Ну а за по-настоящему добротную по функционалу и хорошо работающую вещь, даже с названием, которое слышишь первый раз в жизни, не должно быть жалко отдать денег и побольше. Во всяком случае, ты понимаешь, за что платишь. Все это к тому, что не такая уж эта комика и дешевая. Алиэкспресс объявляет что-то в районе 12 тысяч. И если такая карта официально появится в каком-нибудь честном российском магазине, то ценник может быть и 17, и 20, и даже 23 тысячи рублей. Тут все уже будет зависеть от прямой цены производителя. Но это ладно. А теперь если представить, что вот все то же самое с экраном, сенсорами, эффектами, лупбэком и чистым звуком мы взяли из рук какой-нибудь раскрученной компании, произведенного в том же Китае, кстати, умножаем минимум на два и кайфуем от собственной крутизны. Довольно, друзья, на сегодня. Ждем ваших комментариев, мнений и замечаний. Делитесь опытом, если уже приобрели себе такую игрушку. Если не успели, то есть над чем подумать. Всем спасибо за компанию, удачи и до встречи! Что там есть интересного? Поехали. Слева направо, кнопка включения, о которой я уже говорил. Причем если включение, стоп. Давайте поехали, ты его как-то проживал. Там поехал, мне как-то что-то такое сказал. Подожди. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...